Всем привет-привет! Меня зовут Катя и сегодня я хотела бы сделать вместе с вами необычные летние макияжи, которые спустились к нам с модных вершин. Так как лето 2018 обещает быть полным красок и разнообразия, а в майском выпуске бьюти новостей я уже говорила о том, что в повседневную жизнь врывается подиумный глэм-лук, яркие цвета и дикие стрелки, то сегодня я решила повторить несколько макияжев с показов, которые по моему мнению скрасят нашу рутинность и поднимут настроение на весь день. Для этого я выбрала несколько интересных продуктов от L'Oréal. Что ж, приятного просмотра! Понятие глазкин или голая кожа пришло к нам из далекой Кореи. Для супер сияния кореянки используют целую кучу разных кремов, скрабов, пилингов, масок. Все это отлично сказывается на нашей коже, но мы говорим с вами о подиуме, поэтому там немного другая концепция. И топовые визажисты раскрыли нам секрет. Все дело в жидком хайлайтере. На очищенное лицо наносим тон, предварительно смешанный с жидким хайлайтером от L'Oréal Alliance Perfect. Если есть на коже какие-то неровности, то перед нанесением блестящей массы советую замазать их консилером. Поверх тона нанесите хайлайтер на выступающие части нос, подбородок, скулы, галочку над губой, подбровь, во внутренний уголок глаза и самое необычное под глаз. Это добавит свежести. Будьте внимательны. Консилер по консистенции довольно плотный, но отлично растягивается и дает деликатное сияние. Вуаля! Эффект глазкин готов. Ох, и цены на косметику сейчас довольно недешевые. И в связи с этим многие косметические продукты становятся многофункциональными. Как, например, румяна в стике. Их можно использовать как тени, помаду, скульптор. Тем более, что в моде все оттенки розового. К тому же этот цвет молодит и добавляет лицу свежесть. Тут как никогда все просто. Нанесли тональную основу и прошлись кремовыми румяшками по вышеперечисленным зонам. К слову, румяна в стике Invaluable от L'Oreal имеет очень приятную текстуру. Легко растушевываются, не липнут и придают естественное сияние. И да, они не забиваются в складки века. Все. Нежный розовый глэм для жарких летних дней, а также вечеров готов. Так, что же я все говорила о цвете и яркости, но ничего такого обезбашенного не было. Та-дам! Встречайте! Разноцветные губы. Но это не о том, чтобы смешать два подобных оттенка помады и сделать свой отдельный. А именно, два кардинально разных цвета на верхней и нижней губе. Смотрится это немного космично, но взгляд не оторвать. Для этого я выбрала две помады L'Oreal Colourish Matte в оттенках на верхней губе 463, на нижней 241. Об этих помадах вы, наверное, наслышаны. Кремовая нежная текстура легко и ровно наносится, не подчеркивает шелушения и трещинки, а главное, не скатывается. Изначально на губах смотрится как обычная помада, но по истечению 10 минут превращается полностью в матовую безлипкого финиша. Маленькая прелесть. Немаловажно, помаду стоит наносить кисточкой для того, чтобы в процессе цвета не перемешались между собой. Кстати, если вы переживаете, что у вас недостаточно объемные губы для таких экспериментов, не волнуйтесь, сейчас в моде как раз-таки размытые границы, они же зацелованные губы или просто помада, выходящая за контур губ. Я, например, далеко не обладательница титула губки бантиком, но посмотрите, как ярко и сочно получилось. Почему же нет? И маленький лайфхак. Чтобы помада как можно дольше между собой не перемешивалась, припудрите их прозрачной пудрой. А что будет, если к безумным губам добавить белые стрелки? Образ для пляжной вечеринки готов. Я выбрала белый лайнер, лихоль, который мягко и плавно прорисовывает стрелки и изначально имеет какой-то липковатый эффект. Но дайте карандашу пару минут, и он покажет, на что способен. Его финиш будет ярко-белым, матовым и, самое главное, невероятно стойким. Стрелки прослужат вам целый день. Классический черный все же никто не отменял, но не все так просто. В нашем коктейле странности явно чего-то не хватает, а именно трубочки. Возьмем лайнер Perfect Slim от L'Oreal и нанесем его на рельефный изгиб трубочки, приложим к краюшку глаза и вуаля, стильные стрелки готовы. Уверяю вас, с такой стрелкой можно даже в офис пойти. Кстати, очень крутой лайнер. Я обычно таким не пользуюсь, так как не умею рисовать идеально ровные стрелки, но посмотрите, какой он имеет тонкий стержень. И он отлично прорисовывает ровную стрелочку, и, о боги, он не размазывается. Я просто обязана научиться рисовать идеальные стрелки. Еще одним примером дикости являются стрелки, которые подчеркивают нижнее веко. Они могут быть как яркими, так и не очень. Для этого я выбрала синий карандаш из линейки Infallible, который отличается от белого тем, что имеет гелевую основу и изначально более насыщенный пигмент. То, что остойкость у него запредельная, и так просто мицелляркой его не смоешь. Так, прорисовали аккуратную стрелочку во внутреннем уголке глаза, и можно остановиться. А можно добавить немного белого или нарисовать черную графическую стрелку на подвижном веке. Тут можно экспериментировать и смело фантазировать. Рисуя все эти забавности на своем лице, плюс мега тонкий лайнер, который меня просто покорил, и я решила зайти еще немного дальше и нарисовать графическую стрелку под веком. И, о боже, это настолько ярко, стильно и дерзко смотрится, что я обязательно хочу так прийти на работу или проехаться в метро. На этом все. С вами была Катя. Подписывайтесь на наш канал Parfums.ua, ставьте лайки и пишите в комментариях, какой из трендовых мейков понравился вам больше всего на мне, какой бы вы повторили, и главное, в каком бы вы осмелились выйти на улицу. И помните, что бы вы себе не нарисовали, главное, чувствуйте себя на миллион и будьте красивы. Пока-пока!